В середине 20 века семья Кеннеди считалась одной из самых богатых и влиятельных в Америке. Но всего лишь тремя поколениями раньше предки Джона Фитджеральда Кеннеди по отцовской материнской линии жили в бедности, встрадавшей от голода Ирландии. Лишение вынудили обоих его прадедов Томаса Фитджеральда и Патрика Кеннеди покинуть обнищавшую страну в поисках новой, лучшей жизни в американском штате Массачусетс. В принявшей их стране обе семьи достигли успеха в бизнесе и в конечном счете стали участвовать в политике. Сын Томаса Фитджеральда Джон Фрэнсис Фитджеральд по прозвищу Милашка Фитц был членом Палаты представителей, а затем Сената штата Массачусетс. А также два срока пробыл на посту мэра Бостона, став первым ирландским католиком, занимавшим эту должность. Заработав состояние на импорте виски и успешных биржевых спекуляциях, единственный сын Патрика Кеннеди, Патрик Джозеф, Пиджей, также решил перейти на государственную службу. Пять лет он был членом Палаты представителей и шесть лет сенатором законодательного собрания штата. 7 октября 1914 года, сдавшись после семилетнего ухаживания, старшая дочь милашки Фитца Роуз вышла замуж за старшего сына Пиджея Кеннеди Джозефа, в результате чего объединились два влиятельных ирландско-американских клана. Юность Джон Фитджеральд Кеннеди родился в Бруклайне, Массачусетс, Билл-стрит, 83, 29 мая 1917 года. Этими простыми словами на карточке для записей Роуз Кеннеди отметила рождение второго сына, красивого голубоглазого мальчика, названного в честь деда, но получившего прозвище Джек. На протяжении трех лет после того, как породнились кланы Кеннеди и Фитджеральд, состояние семьи продолжало расти. К моменту рождения Джека супруги жили комфортной жизнью верхушки среднего класса в бостонском пригороде Бруклайне. Джо успешно пробовал силы в разных видах бизнеса, в том числе спекуляциях на фондовой бирже, производстве фильмов и импорте алкогольных напитков. В 1927 году семья переехала в элитный пригород Нью-Йорка Ривердейл. Несмотря на привилегированные обстоятельства рождения, Джеку не повезло со здоровьем. Хилый ребенок переболел всевозможными детскими болезнями, в том числе коклюшем, ветрянкой и корью. А за три месяца до своего третьего дня рождения он подхватил верулетный штамм скарлатины, смертельно опасное заболевание в те дни, когда еще не был открыт пенициллин. Какое-то время казалось, что Джек не справится с болезнью.